Церковь учит нас, что Господь каждому дает свой шанс. Иногда нам, священнослужителям, задают вопрос, почему же грешники порой живут так долго и живут порой хорошо? И мы отвечаем, Господь долго терпит в отношении каждого человека. Господь ожидает покаяния от самого грешного человека и порой продлевает ему жизнь для того, чтобы человек осознал свои ошибки, свои грехи и, наконец-то, покаялся. И как крайний пример Божьей любви и Божьего долготерпения Евангелие рисует нам образ Иуды-предателя. Господь, конечно, знал, что Иуда предаст его, но, тем не менее, взял его в число учеников, в число своих ближайших двенадцати спутников. Иуда на протяжении служения Христа был с ним рядом, видел его чуниса, знамения, но почему-то не уверился в его мессианском достоинстве. Очевидно, что для него, как и для многих современников Христа, Мессия воспринимался как царь, как избавитель своего народа от иноземной оккупации, а не просто как смиренный проповедник, который взойдет на крест для того, чтобы искупить грехи всего человечества. И вот это смирение Христа, а также присущее Иуде корыстолюбие, и побудило его к предательству. Правда, после того, как он увидел, что Христос осужден на смерть, он раскаялся и вернул первосвященникам свои тридцать срепленников. Примером Иуда Господь показывает, что он терпит и будет терпеть всякого, даже предателя своего. Господь дает каждому шанс. И пример Иуды, который мы видим в Евангелии, является для нас постоянным напоминанием о Божьем долготерпении каждому из нас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok